Здравствуйте, мои любители ретро-игр! Вы слышите Алексея Халецкого, и мы продолжаем плыть по волнам, моей и, наверное, вашей памяти, вспоминая офигительные игры прошлого. Сегодня это Dungeon Keeper. Вообще, в игровой индустрии не так много людей, назвав имя и фамилию которых, сразу представляешь игры, которые они создали. Обычно так говорят о режиссерах. Произносишь фамилию Нолан, и сразу у вас перед глазами трилогия про Бэтмена, Начало, Моменто Мори, говоришь Коппола, и вспоминаются фильмы о мафиози. Или можно даже наоборот, говоришь слово Трансформеры, и вы сразу вспоминаете Майкла Бэя. В игропроме же обычно идет командная работа, очень сложно сказать, что вот эта игра в основном заслуга только вот этого человека. Тем не менее, если я скажу Питер Молиньё, многим из вас сразу придут на ум и Populous, и Black and White, и Fable, и The Movies, а кое-кому даже Syndicate и The Hospital. Честно говоря, я бы о каждой этой игре сделал отдельный обзор, если бы у меня было много времени. Да и о самом Питере очень хотелось бы рассказать побольше. Здорово все-таки, что на нашей с вами планете существуют вот такие гении, которые разбрасывают вокруг себя прямо пригоршними идеи и влияют на существующий порядок вещей, потому что игры Питера Молиньё изменили игропром, изменили наше отношение к играм, да и нас с вами точно тоже изменили. Тем не менее, перейду к герою моего видео, Dungeon Keeper, что можно перевести как хранитель подземелья, появилась в 1997 году, а в 99 вышло продолжение, Dungeon Keeper 2, и в основном именно вторую часть я вам буду показывать, потому что различаются они скорее только стилистически, визуально. Вторая часть честная 3D и выглядит намного лучше, чем первая. Давайте я вам покажу, чтобы уже полностью видео было правильным, покажу, как выглядела первая часть. А в плане игровом абсолютно те же механики, там небольшие изменения, но игра остается той же. Здесь именно что с технической точки зрения все сделано лучше. Какие же фишки были у игры? Ну, во-первых, вы играли за плохих парней. У первой части слоган был Evil is good, то бишь зло это хорошо, а у второй части It's good to be bad, хорошо быть плохим. И в принципе это симулятор управления адским подземельем. Куча черного юмора, никаких соплей, нежностей, и надо убивать рыцарей, магов и порабощать верхний мир. Уже это был свежий взгляд на real-time стратегии, которые как раз в конце 90-х были, пожалуй, на пике своей популярности. Но и этого было мало Питеру. Он придумал вторую фишку. По-английски это звучит как indirect control, то бишь непрямое управление. В отличие от других стратегий, тут вы не можете выделить всех юнитов, или даже одного юнита выделить, и отправить его куда-то что-то делать. У всех ваших подопечных есть свои дела. Вы можете на них влиять опосредованно, раздавая подзатыльники, или взяв за шкирку и швырнув, например, в суматоху боя. Но абсолютно не факт, что он захочет в этом бое участвовать. Вполне возможно, что он возьмет руки в ноги и свалит оттуда. При этом практически у каждого вашего подопечного свой характер, потому что они различаются по классам от импов, которые являются своего рода рабочими, до самого рогатого демона. И желание обитателей вашего подземелья очень зависит от того, в каких условиях они находятся, хватает ли у вас денег для оплаты их служения, есть ли у них свое место, где отдохнуть, хватает ли еды и так далее и тому подобное. И вот эти ужинки. Такие персонажи, их поведение, их недовольство или наоборот радость во время победы создают фирменную атмосферу Данжон Кипера. Импы разносят кровь падших героев по подземелью. Одних тянут в темницу, других тянут на кладбище, чтобы из них потом восстали скелеты. Некоторых можно запихнуть в комнату пыток, где к ним придут одни из символов игры Dark Mistress, что можно перевести как темная госпожа или демоническая женщина, или просто назовем их доминантки. Будут мучить бывших паладинов и в итоге они либо нам расскажут что-то интересное о подземелье, либо перейдут на нашу сторону. С одной стороны, конечно, Данжон Кипер это типичная реал-тайм стратегия. Вы развиваете свое подземелье, исследуете новые заклинания или новые комнаты. Построив комнаты, вы получаете новых существ из портала. Так, например, построив достаточно большую столовую, где радостно бегают цыплятки, вы можете призвать желчного демона. Такого жирного, медлительного, но зато сильного. После постройки мастерской к вам могут прийти тролли, которые, кстати, в ней будут работать. Вампиры восстают на кладбище из трупов. Уже упомянутая темная госпожа появляется, если построена камера пыток, ну и так далее. Единственное, кого вы призываете, используя магию, это импы. Ну и еще, конечно, рогатый жнец, в общем-то, Хорн Риппер, вообще главный символ всей игры. Но на него требуется очень много жертв принести в храме. То есть он не сам приходит, а вы его должны вызвать. И я, честно говоря, его очень редко вызывал. Просто только для того, чтобы получить фан, потому что он такой психованный, отмороженный парень, ходит всех вокруг, убивает. Иногда за очередной разбитой импом стенкой встречается подземелье другого хранителя. И вам приходится с ним драться. И, конечно, было бы очень хорошо, чтобы вам было заранее известно, где кто находится. Но это не про эту игру. А если вам в городе надо знать, где что находится, то вам в Двагис. На сайте двагис.ру совершенно бесплатно скачивайте эту карту городов и справочник организации под вашу платформу. Двагис, если быть точным. Время от времени на вас набегают храбрые рыцари в сверкающих доспехах. И прочие герои пытаются уничтожить. Потому что вы зло, а зло должно быть повержено. В общем-то, цель игры не дать уничтожить свое подземелье, а точнее сердце подземелья. Это прям не метафора, а конкретное место. У вас в середине подземелья бьется сердце. И если до него доберутся всяческие паладины и светлые маги, то вы проиграли. Кстати, по поводу всяческих помещений. Это тоже одна из фишек игры. Потому что строятся они нестандартно, не так, как в обычных реал-тайм-стратегиях. Так как вы в подземелье, то вы сначала должны выкопать место под комнату. Этим занимаются импы. Потом отметить в выкопанной коморке место, где должна быть необходимая комната. И импы ее, опять же, выкладывают плиткой. Благодаря этому вы можете в случае необходимости без труда расширять границы помещения. Или, наоборот, отдавать часть площади другим постройкам. Но лучше все-таки делать это такими комнатами, чтобы можно было между ними двери поставить. Во-первых, соперникам будет труднее пробраться. Потому что двери вы можете закрыть, их придется ломать. Перед дверями вы можете кучу всяких ловушек еще понаставить. А во-вторых, вы иногда можете комнаты запирать и от ваших существ, чтобы они туда не попадали. Это тоже иногда имеет значение. Понятно, что каждая комната имеет свою атмосферу. Опять же, вы можете переноситься от кладбища, комнате пыток, потом к тренировочной комнате. Там везде свои звуки, свое оформление. Несмотря на то, что вот прошло уже 18 лет с момента выхода Dungeon Keeper 2, по-моему, выглядит вполне нормально. Тут, конечно, есть и сюжет. Но я никогда не считал, что сюжет для real-time стратегии это что-то важное. В сюжетной кампании вы идете от миссии к миссии, постепенно которые усложняются, покоряете области. И в конце игры там был финальный ролик, когда рогатый демон выходил на белый свет. И вроде был такой задел на продолжение, на Dungeon Keeper 3, где, по идее, наши существа должны были уже не в подземелье куролесить, а на поверхности. Но, к сожалению, компания Bullfrog, которая, собственно, и создавала Dungeon Keeper, была поглощена Electronic Arts и со временем закрыта. Ну а Питер Молиньо покинул Bullfrog еще до выхода Dungeon Keeper 2. Основал другую Lionhead Studios, где уже создал свой хит Black & White. Да, кстати, между каждой миссией еще и были замечательные видео-вставки. С тем же черным юмором, каким пронизана, пропитана вся игра Dungeon Keeper. Да и вообще, наверное, основа обаяния игры — это вот именно наши злодейские твари. Они настолько няшки, что хочется постоянно наблюдать за тем, что они творят, что делают. Вот выдавать им подзатыльники, кстати, не увлекайтесь этим, потому что можете так и убить существо, отбив ему напрочь все. А, и еще одна фишка, что можно было вселяться в любое ваше существо. Ну, для этого надо было открыть заклинание, там тоже определенную ману стоит. Но тут игра превращалась тогда в экшен от первого лица. И это не просто для красоты было сделано, а влияло на игровой процесс, потому что иногда так было проще. Как я и сказал, существа со своим характером, они иногда просто не хотели куда-то идти или что-то делать. Вы вселяетесь в одно из существ и уже разбиваете ловушку, на которую иначе существо боялось идти. Ломаете дверь, ну или проникаете в какие-то отделения подземелья, куда существа почему-то боялись идти. Так что тоже очень важный игровой момент. Ну а не хочет существо что-либо делать, если его что-то в подземелье не устраивает. Как я уже сказал, их надо кормить, выдавать им деньги, выдавать им место на постой, но и между вашими существами могут возникать конфликты. Из того, что я помню, пауки, по-моему, мух ненавидели, колдуны ненавидели вампиров, а скелетов ненавидели желчные демоны. Ну тут понятно, потому что скелеты вообще самые худые, а демоны самые толстые в вашем подземелье, и они начинают, если встречают ненавистника где-нибудь в проходе или в комнате, драться или бить друг друга. Конечно, вы можете склоку прервать, просто влепив леща одному и другому, но лучше просто так делать, чтобы они не призывались одновременно. Вот и получается, хотя вы не контролируете своих существ, не обводите их рамкой и не отправляете куда-нибудь, но дел у вас постоянно очень много. То отправь импа что-нибудь копать, то разберись с очередным существом, которое либо не туда забрело, либо не то делает. Да и за экономикой надо следить, иначе ребята разбредутся кто куда. А тут еще и стены подземелья ломают очередные паладины со знаменем света в руках, чтобы освободить мир от зла, то бишь от вас. И все это приправлено черным юмором, нормальной сложностью, динамичным игровым процессом и оригинальными идеями. Вот, собственно, и весь секрет популярности этой игры. Аху! К сожалению, как я и сказал, Bullfrog была закрыта, продолжение не вышло. Более того, даже нету никаких новостей о том, что игру будут ремастерить, переделывать под нынешние платформы. Правда, есть волонтерский проект Open Dungeon Keeper. Там люди делают клиент, который адаптирован под нынешние реалии. Он ставится поверх игры, так что рекомендую сделать поиск в гугле Open Dungeon Keeper. И, в принципе, игра очень даже неплохо работает. Кроме того, наверное, стоит рассказать об играх, которые эксплуатируют тему вот этого темного властелина подземелий, потому что вышло несколько таких поделок, но, откровенно скажу, ни одна из них лично мне не понравилась. Пожалуй, самая популярная называется Dungeons. Есть даже Dungeons 2. Очень визуально похоже, конечно, на Dungeons Keeper, но проблема в том, что она становится скорее симулятором подземелья. Вы знаете, как будто мы играем не в реал-тайм-стратегию, а симулятор ублажения существ. То есть это больше на какой-то сим-парк похоже, на симсов даже, чем на Dungeon Keeper. А уж Dungeons 2 вообще гибрид не пойми чего, там куда-то девается indirect control. Вы реально теперь играете в реал-тайм-стратегию, ну и нафиг это надо. Также стоит упомянуть игру War for the Overworld. В принципе, более всего похожая на Dungeon Keeper, но тут проблема другого рода, что, в принципе, если она так похожа, то и смысл тогда в нее играть. Потому что там никаких свежих идей нету. То есть не стоит ждать от War of the Overworld развития тематики Властелина Подземелья. Это скорее клон, такой более современный клон, что ли. Ну и зачем тогда поддерживать рублем таких разработчиков? Если у вас нету таланта, не просто придумать что-то новое, а хотя бы добавить к замечательной идее какие-то свои надстройки. Так что Dungeon Keeper до сих пор остается столпом жанра, который возвышается, я хотел сказать, над конкурентами. Да, просто нету конкурентов, к сожалению. И смотрит на все попытки повторить успех Властелина Подземелий свысока. Ну а вы слышали Властелина своего собственного видеоканала Лешу Халецкого. Не устаю вам напоминать, чтобы вы играли только в умные игры. У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на всякую фигню. На этом все. Надеюсь, завтра будет новый обзор ретро-игры. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.